О реализации послания президента мы поговорим с нашим гостем. В студии директор Казахстанского института стратегических исследований Зарема Шаукенова. Зарема Шаукенова, добрый вечер, рада вас приветствовать в студии. Вот только что в сюжете вы говорили о том, что существует, вернее, начать такой пилотный проект. Жители Павлодарской области могут оценивать работу Акимов. Действительно ли в реальности будет работать данный механизм и смогут ли горожане влиять на политику Акима? Не только горожане смогут влиять на политику Акима. Я думаю, что и все казахстанцы с помощью разработанной методики, которую мы опробировали, как вы правильно сказали, на Павлодарской области, в которой было оценено 111 сельских Акимов, районных Акимов и Акимов трех городов. Действительно, это был пилотный проект. Он показал свою способность, что эта методика работает. И со следующего года уже жители всей страны смогут участвовать в оценке деятельности Акимов в своих регионах. Ну вот вопрос к вам как к политологу. Впервые с посланием обратился не первый президент. И было ли в этом послании что-то по-настоящему новое, отличающее его от предыдущих? Ну, вы действительно правильно отметили. Мы в этом году слушали послания президента, второго президента Республики Казахстан, Касамжамар Тмиловича Токаева. Действительно, практика ежегодных посланий президента, она введена у нас в стране с 1995 года. Это такой уже ставший привычным формат для нашего населения. И население ждет всегда послания ежегодные. Поэтому в этом году оно действительно его еще ждало с особым, скажем, вниманием. Потому что впервые президент Токаев обратился с своим посланием к населению. И в нем действительно была новизна. Мы эту новизну слышали. Вообще все послания президента до сих пор это всегда новое обращение главы государства к населению, к народу. И поэтому в нем всегда присутствует новизна. И в плане этого послания, которое мы услышали в этом году, оно также является новаторским. В частности, мы услышали новый концепт, который называется концептом слышащего государства. Ну, а еще если есть какие-то дополнения, я имею в виду в плане новизны, вот такой вот тезисной, если можно, помимо слышащего государства. Ну, я думаю, что сам тезис слышащего государства, он действительно является новаторским. Но самое главное, что само послание, как мы тоже это знаем, оно называется конструктивный общественный диалог. И это тоже очень важно, потому что в самой преамбуле, к которому президент обращался, и вы видели, что формат, который он выбрал, это было 2 сентября. Он открывал сессию парламента, и формула, которая присуща нашему президенту, она гласит влиятельный парламент, подотчетное правительство и сильный президент. И это было в основе его предвыборной платформы, и эту предвыборную платформу президент реализует, в частности, в своем послании. Ну, вот здесь я хотел бы уточнить, не кажется ли вам, что в данном послании есть какая-то доля даже популизма? Ну, ваш вопрос не совсем корректен, мне кажется, потому что, что такое вообще популизм, да? Популизм, на самом деле, это характеристика политика, которая разбрасывается таким, скажем, легкими и пустыми обещаниями. В основном, даже иногда и неисполнимыми, и ориентируется при этом, конечно, на массы. Если внимательно прочитать и ознакомиться, что делают сегодня, как говорится, и государственные органы, и все население с посланием президента, в нем нет ни одного пункта, который не может быть исполнено, в нем нет пустых обещаний, то есть все просчитано. То есть все послания президента, они же всегда еще имеют и хорошие расчеты, и поэтому сегодня там нет никаких абсолютно, то, что вы говорите, что в нем нет никаких популистских заявлений. Ну вот по результату, по прошествии вот этих вот нескольких месяцев, уже же ведь есть задел какой-то на будущее по выполнению пунктов послания. Вот можно об этом рассказать более подробнее? Ну, сегодня, конечно же, мы пытались с экспертами обсудить первые итоги послания, потому что это тоже очень важно, получить обратную связь. И сегодня два госоргана, это были Министерство образования, Министерство нации экономики, очень подробно доложили о том, как сегодня реализуется, и что сегодня делают госорганы по выполнению послания президента. И я думаю, что и на следующих этапах тоже госорганы постоянно будут держать, информировать население о том, как ведется эта работа. И, конечно же, если сегодня мы говорим о том, какие первые шаги, этапы идут, возьмите хотя бы, ну, вы знаете, у нас подходит к окончанию год молодежи. Скоро мы будем подводить его итоги. Код молодежи был объявлен в прошлом году Ельбасы. И коду молодежи, конечно же, все, например, наши жилищные программы, которые мы тоже стараемся адаптировать для нашей молодежи. И, допустим, то, что сегодня запущен, уже исходя из послания президента, программа по арендному жилью, и вот она же уже сейчас будет иметь конкретные результаты в трех городах. Это в Алматы, в Нур-Султане и в городе Шамкенте уже выделено определенное количество, более тысячи квартир по этой программе арендного жилья именно для молодежи. Это уже весомый результат, который мы будем иметь к концу года. Продолжение следует...